МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДТП с участием общественного транспорта в Минске. Рейсовый автобус врезался в столб. Авария произошла около 8 часов утра. В момент ЧП в салоне находились 6 человек. 5 женщин и 1 мужчина. Все они получили незначительные травмы. По словам очевидцев и пострадавших, столкновение произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Дмитрий Боярович продолжит. Попавший в аварию автобус следовал по маршруту номер 6. От Брелевичей до ЖД вокзала. В какой-то момент машина ушла с проезжей части и врезалась в столб. На этих фото видно, автобус практически его снес. Сигнал о случившемся поступил в 7.50 утра. На место сразу же выехали сотрудники госавтоинспекции. Было установлено, что автобус МАЗ 6 маршрута, двигаясь по улице Железнодорожная со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Щерса, частично выехал за пределы проезжей части дороги, совершив наезд на осветительную мачту. Как поясняют пострадавшие, водитель, скорость была около 20-30 км в час. По словам очевидцев, водитель заснул за рулем. Это подтвердил и сам 28-летний шофер. Что было этому причиной, еще предстоит выяснить сотрудникам ГАИ. Сам виновник случившегося не пострадал. В салоне же в момент ДТП, благо день выходной, было немного людей. Пять женщин и один мужчина. Я сидела на заднем сидении в полуоборота. Помню, что только удар, полет. Я приземлилась где-то, наверное, на середине автобуса спиной. И вот так нас по автобусу разбросало, друг другу помогли выйти и все. Всех пассажиров автобуса после ДТП доставили в две городские больницы. Некоторые из них отказались от госпитализации. Травмы незначительные. В основном ушибы и ссадины. Остальные пострадавшие остались на стационарной лечении. Две женщины госпитализированы с учетом полученной травмы. Две женщины, которые госпитализированы к нам, имеют нетяжелые степени повреждения, требующие динамического наблюдения в 4-7-10 дней. После этого они будут выписаны домой. Автобус принадлежал автопарку номер 2. В салоне машины выбиты стекла. Потребуется замена лобового стекла. Он снят с маршрута. По факту происшествия проводится проверка. Дмитрий Баярович, Антон Филанович, телекомпания «Стовы». ЧП в Тунисе. Боевики, вооруженные автоматами Калашникова, напали на военных и полицию. В результате более 20 человек погибли. Из них более 10 – это боевики, пятеро мирных жителей и несколько военнослужащих. Все произошло недалеко от границы с Ливией. Боевики пытались напасть на позиции армии и национальной гвардии прямо в центре города. По словам очевидцев, преступники заявили, что являются членами исламского государства. На фоне происшествия власти Туниса ввели дополнительные меры безопасности. Отмечу это. Курортная провинция пользуется спросом у туристов. Саммит ЕС. Турция по миграции проходит сегодня в Брюсселе. И уже принято первое решение. Главный путь беженцев в Европу будет полностью перекрыт. Речь идет о так называемом Балканском маршруте. Он проходит из Греции в ЕС. Между тем, президент Покедонии заявил, что эта мера не решит проблему потока мигрантов. Они найдут новые пути в Германию, которая и является их конечной целью. На саммит приглашена и Турция, через которую большинство беженцев попадает в Евросоюз. Анкара требует от Европы 3 миллиарда евро за то, что сдерживает поток нелегалов. Однако многие лидеры европейских стран с таким положением дел не согласны. И вновь в Беларусь. Новый экскурсионный маршрут, посвященный знаменитым женщинам столицы, презентовали сегодня в Минске легенды театра Стефани Станюта и Галина Макарова, а также именитые спортсменки Дарья Домбрачева и Наталья Целинская. Биографии этих женщин уже давно стали частью истории белорусской столицы. Экскурсия заняла два часа. За это время красный даблдекер проехал по проспектам победителей и независимости, останавливался у главных достопримечательностей города. Экскурсии нравятся. Мы на такой экскурсии первый раз по городу, хотя живем здесь очень давно. Хотели и кое-что для себя, может быть, новое узнать, ну и посмотреть на то, где мы ходили пешком, так сказать, с высоты второго этажа туравтобуса. Мы из Москвы приехали отдохнуть, заодно посмотреть город Минск. Рассказывают про женщин. Я еще много не знаю, я только вот познаю историю Минска. Ну, существенный вклад внесли. Это видно из рассказа экскурсовода. А в Гродно большие выходные встречают массовыми гуляниями. В городской лесопарковой зоне для горожан организовали настоящее праздничное шоу. Отдыхающих развлекают местные артисты. Проходит импровизированная дискотека. В режиме нон-стоп на сцене сменяют друг друга народные коллективы и эстрадные исполнители. Для любителей старины городские исторические клубы организовали рыцарскую площадку. Здесь можно научиться средневековым танцам, пострелять из лука, увидеть средневековую битву на мечах. А еще десятки аттракционов для детей, катания на лошадях и мини-автомобилях. Для взрослых же организаторы придумали более экстремальные развлечения. Стрельба из винтовки и метание ножей. Здесь же работает и город мастеров. Праздничные сувениры и подарки можно приобрести прямо на концертной площадке. На Минском море завершился республиканский чемпионат по зимней рыбалке. Несмотря на весеннюю температуру, турнир не отменили. Толщина льда безопасна. А рядом со спортсменами находились спасатели освода. Состязание собрали участников со всех уголков страны. В команде по 4 человека. Условия просты. Победа достается тому, у кого больше улов. На нынешних соревнованиях он достиг 3 килограммов. После взвешивания определили, что в личном зачете победил столичный рыбак Вадим Якубович. А в командном сборный квартет спортсменов из Минска и Могилева. Здесь спортсмены борются у нас не за призы, грубо говоря. Борются за титул, за звание, за право, так сказать, представлять нашу сборную команду на международной арене. Так как победители нашего внутреннего чемпионата занимают место в сборной команде и едут, так сказать, защищать честь страны. Накануне белорусы стали лучшими на мировом чемпионате по зимней рыбалке. Из Украины наши спортсмены вернулись с победным кубком. А нынешние трофеи Платву и Ерше дадут на корм в столичный запах. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирные видео. Всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 19.30. До встречи в эфире.